Тайсон, ты самый ленивый кот, которого я только знаю. Это ж твоя любимая золотиночка. Доброе утро, девочки! Оно такое замечательное. Вы видите, опять у меня раскартаж. В последнее время везде достала все плавательные тапки. Или как там, не знаю, правильно назвать. Ввиду своей колхозности. Обувь мы покупали ее, когда в прошлый раз ездили в Хорватию. Вот эти, кстати, не очень. Ну, мне, в принципе, пойдет. Мы поедем на песочный пляж. Дочины были розовые. Мои были, по-моему, вот эти голубенькие. А у Сережи вот такие. У него прям посерьезней. Вот эти вот классные. Вот хочу пересортировать. Вот эти сланцы очень неудобные, когда выходишь. Даже если в бассейн из воды очень тяжело мокрой ногой вот сюда попасть. Не знаю, что с ними сделать. Вот эти более удобные. Ну, это вот обувь лежит еще и для бассейна. Это у нас все вместе. Сейчас все пересортирую. Что мне нужно, возьму. Остальное уберу. Здесь, кстати, вчерашняя покупка. Моя шапка. То бишь шляпка. Ой, я не могу. Ладно. Так, что я еще купила? Я купила себе вот такие бриджики. Они очень тоненькие и эластичные. Даже если не в отпуске, то можно дома в ней ходить. Очень удобные. Здесь еще и резинка. Вот такая широкая. Как раз. Я не могу. Я буду сейчас очень громко смеяться целый день. Ладно. Вот. 15 евро, да, стоили. Это я взяла в Чибо. Девочки, если кто не знает, в Каухпарк Айхе есть магазин Чибо. Там все, все по скидкам. Все, что продается в магазинах обыкновенных, да, вот есть отделы Чибо. Там все по скидкам. Можно не очень дорого найти неплохие вещи. Так, что я еще взяла? Я заходила в магазин Tom Taylor. Футболочку себе взяла. Ну, такую свеженькую, легонькую, беленькую, да. Обошлась она мне. Здесь 10 евро. А на кассе еще 20%. Скидка была в общей сложности 8 евро. Моя и Сережа. Вот такую. Ой, мне она даже больше нравится, чем моя. Вот такая футболочка. Качество у них классное. И Сережина футболочка 12. А на кассе она обошлась. Сейчас скажу, сколько? 9,60. Вот. Так. Это сейчас обязательно в стирку. Все сполоснуть. На шапке хочу снять вот этот декоративный шарфик и сполоснуть его тоже, как будто он такой несвежий выглядит. Так. Что дальше? Здесь покупки из ДМ, которые я взяла. Влажные салфетки для лица, туалетная бумага влажная, сухие салфетки, влажные салфетки для уборки. Мало ли, что-то мне нужно будет протереть. Здесь лежит мой спасательный круг розовый, чтобы меня Сережа в море не потерял. Я не умею плавать. Не знаю, к сожалению или нет, но не умею. Это еще мы покупали, когда ездили в Турцию. И даже этот пакетик из Турции, Лиропарк, это был Зиде. Там очень большой такой красивый торговый центр. Вот там покупали, нет, не круг, а что-то покупали, но мешочек остался. Здесь сортировала купальники. Вот этот беру с собой. Я его сполосну. Он тоже от того, что очень-очень долго лежит. Мы даже уже последний раз в бассейне забыли. Забыла, когда были, но купальник этот лежит долго. Я это сполосну. Здесь маечка и тусики. И возьму его с собой. Пригодится вот эти купальники. В этот я уже никогда, наверное, не влезу. Это тоже, когда еще в Турцию ездили, покупали. Он так и лежит абсолютно новенький. Этот вот я еще не решила выбросить или нет. В общем так, это остается дома. Что здесь? Здесь сережины плавательные, трусы, плавательные шорты. Еще одни. И мои купальники. Один тот, который я недавно покупала. Ну, то есть как бы недавно, да, наверное, в прошлом году вот такого цвета. И вот этот новый купальник. Это все постиранное, естественно. Это все будет паковаться. У меня вот такая сумка. Мы и в бассейн с ней ездим, и на пляж. То есть она не промокает. Клеенчатая, удобная. Много кармашков, много всяких штучек, куда что можно спрятать. Это берем с собой. Так, Сережина маска, трубка. Это я запакую всю эту сумку. Ну, то есть как бы, да, и я буду знать, что у меня там есть. Так, это нам нужно будет на пляж. Вот Рызаковский крем. Вот этот, который у меня был в остаточках. Но он как? Это я покупала Сереже на работу, да, когда только солнце начало. Чтобы он не сгорал. Его там еще прилично. Нам хватит на двоих. Это крем от Эрзак с зверобоем. Так, выключу громко. Уехал уборщик. Крем со зверобоем, он облегчает, если обгоришь, да. Также массажный крем, мало ли, от укусов, от ожогов. Обезболивает, в общем, увлажняет обязательно с собой. Здесь у меня еще где-то пол тюбика алоэ вера гель. Тоже увлажняет. И вот этот наборчик. Я его покупала, по-моему, еще в прошлом году с надеждой, что мы поедем до моря. Ну, через год собрались, наконец-то. Да, вот это тоже беру с собой. Обязательно гигиеническая помада. Одна будет в сумку на пляж, другая в косметичку. Без нее вообще никак. У меня почему-то на морях всегда сохнут губы. И здесь небольшая аптечка. Но это еще не все. Обязательно лейкопластырь. Тоже на всякий случай пусть будет. Конечно, можно всегда до аптеки добежать, но лучше пусть будет все под рукой. Так, мой Гастал, Фистал, Мизим тоже. Пусть лучше будет, чем не будет. Так, мой Метформин. Что здесь? Еще Аспирин. Еще хочу положить парацетамол, потому что когда Сережа обгорает, у него поднимается температура. Сережа обгорит обязательно. И взяла Ибуфламму, Ибу-800. Тоже пусть будет лучше. Здесь предметы гигиены. Ватные диски, ватные палочки. Женские штучки. В общем, так. Ну, вот пока это все. Все остальное, новые платья я уже сполоснула, постирала. И сейчас мне нужно будет вот это все тоже отправить в стирку. И буду дальше паковать вещи. Сказала цену. Шляпка стоила 15 евро сначала, а потом 9 евро. То есть банги будут досталось. Девочки, мы тут с Тайсоном посылочку рассматриваем. Мне пришла посылочка от Лиманго. Вот она. Вот коробочка. Посмотрите, что я получила. Это, естественно, бижутерия. Ну, как производители заявляют, с кристаллами Сваровски. Выглядит очень красиво. Вот такие сережки. Затем вот с такой же мчужинкой. Ну, естественно, это все искусственное, да, это бижутерия. В общем, они на сайте стоили там 30-40 евро. А по ангиботу мне доставились эти 9,99, эти 9,99, а вот эти 12,99 мешочки. Конечно, через камеру выглядят ужасно. Они такие шашавенькие. Я уже сняла то, что было на мне. Мои золотые сережки. Хочу вот эти одеть. Хочу попробовать, будут у меня уши болеть или нет. Вот такая прелесть прелестная. Мне что-то захотелось, чего-то новенького. Давно уже не покупала себе вообще никаких украшений абсолютно. Увидела. Ну, в общей сложности 33 евро, да, пошлось все это. Вся эта прелесть. Тайсон, Тайсон, тебе нравится? Тайсон. Он уже тут мешочки лапкой потрогал, да? Я делала фотографии, сестренке отправляла, и вот он тут, пожалуйста. Видите, что? Тайсон. Утащил, утащил, утащил мешочек. Вкусно? Шкодяка. Отдай, отдай, отдай. Тайсон. Ну, все. Он любит играться какими-нибудь фантиками, мешочками, тряпочками, бантиками. Да уж. Тайсона надо уже ногти подстрекать, да, Тайсон? Надо тебе уже ногти подстрекать. Утро началось с беготни. Тебя сегодня много будет во влоге. Многие девочки любят, когда я тебя показываю. Ты слышишь? Некогда. Некогда чуваку. Он занят мешочком. Тайсон, мешочек в твоем цвете. Ущердно грызет. Недавно пришла домой, ходила к маме. Нужно было там кое-что и помочь. Мама меня угостила малиным вареньем. Не знаю, где взяла. По-моему, сказала, сама варила. Не знаю, где брала малина. Кабачок. Здесь, я вот недавно говорила, хочу настоящий кабачок. Я, наверное, сейчас икру замучу. Кабачковую. Купила в ревы, в ревы захотела. Купила чернику, чеснок, зеленый лук. И купила вот такие помидоры. По 99 центов были. Хочу сейчас вкусные помидорки замариновать, сделать. Готовила я сегодня очень простую еду. Здесь перчики грильные. Я потом с чесноком, укропом и маслом залила. Чтобы они постояли. Куриную грудку на гриле немножко. И картошку отваривала. Все, Тайсон, в цирк выступать. Это любовь. Там, походит, ему пузико почешут. В другое место пройдет. Там пузико почешут. Буду я мариновать помидоры. Покажу вам тоже, как я это делаю. Еще один вкусный способ. Не с магазинным дрессингом, а все, что есть под рукой. Не всегда бывает свежая зелень. У меня всегда есть замороженная зелень. У меня здесь и черемша, и джусай, и смесь укропа и петрушки. В общем, все, что у меня есть, я добавлю в чашу, где будут мариноваться помидоры. Помидоры, чеснок. Помидоры почистить я буду делать на килограмм. Рецепт оставлю в описании на килограмм. Чеснок, и потом еще дальше покажу, что нужно. А изначально помидоры нужно вот очистить, да, и помыть. Черки я помыла. Сейчас добавлю зелени. Всего по чуть-чуть. И уберу обратно в морозильную камеру, для того, чтобы это все дело не таило. Если у вас есть свежий укроп или петрушка, ну, по такому пучочку небольшому. Решила черемшу не добавлять, потому что джусай, он тоже имеет чесночный вкус. Слишком будет много чеснока, да, еще и вот этот чеснок. Поэтому укроп, петрушка и джусай. Слышите? Вот как? Вот как здесь работать? Как снимать рецепты? Придется немного подождать. Все, тишина. За это время я как раз подготовила. Здесь у меня соль, сахар. 25 грамм соли и 15 грамм сахара. Это я добавляю к зелени. Также у меня здесь оливковое масло. 60 миллилитров. Здесь у меня столовая ложка уксуса. Прям полная столовая уксуса. Уксус 25%. Все это сюда. И чеснок, соответственно, через чеснокодавку я добавляю к зелени. Маринад тщательно перемешать. До полного растворения соли и сахара. С маринадом разобрались. Помидоры. Чистовыми помидоры. Делаем надрезики. Вот так, крест-накрест. И отправляем в маринад. Готово. Можно, конечно, это все с помощью силиконовой лопаточки перемешать. Но, поверьте, рукой это будет сделать гораздо лучше. Тщательно-тщательно можно все это дело перемешать. Как это вкусно пахнет. Готово. Вернее, еще не совсем готово. Вот именно в таком виде помидоры оставляете при комнатной температуре на 10 часов. Накрываете крышкой и, по возможности, через каждые 2-3 часика нужно вот так встряхивать, чтобы равномерно они мариновались. Я, когда рано утром проснулась, еще раз потрясла помидоры и убрала их в холодильник. Посмотрите. Очень жаль, что камера не передает аромат. Вот столько сока. Это от этих помидор. Чем дольше они стоят, тем они вкуснее. Но долго они не стоят. Поверьте, с вашего позволения, я одну обязательно сейчас съем. Это очень вкусно. Дня 3 они, кстати, могут храниться в таком виде. Хоть я не очень люблю помидоры соленые, да, как бы. Я ровно к ним дышу. Но вот когда я делала либо в дрессинге, да, когда я вам показывала, либо вот такие, удержаться не могу. Мы как-то заезжали в русский магазин, хотела показать, пока не забыла. Вот эта рыба красная, филе лосося в масле. Ну, как пресерва, да, здесь 3 таких приличных кусочка. Ну, дороговато, почти 6 евро стоит, но очень вкусно, очень-очень. Слабо соленый такой, с пряностями, прям вкуснотища. Это микс-марк, девочки. Помидоры отправляю обратно в холодильник. Так, у меня тут салфетка. Помидоры-то помидорами, только семья хочет совсем другое. Я думала, я картошечки сделаю сегодня. Не хотят картошечки. Доча хочет пасту с креветками, муж хочет борщ. Здесь достала капусту, кабачковую икру. Я вчера так и не осилила, буду делать сегодня. Такие вот дела. Так, девочки, борщ у меня готов. Сейчас я креветки буду делать. Лук уже обжарился. А здесь у меня грязная посуда, пока я готовлю. И уже готова кабачковая икра. Я не снимала. Очень много рецептов на ютубе, да, есть, которые, я думаю, что есть. Кабачковая икра в термомикс я делала по-своему. Если хотите, если вы хотите, я могу написать в описании, как я готовила. Ммм, как пахнет. У меня вот такие стеклянные дозочки, баночки. Это, естественно, ненадолгое хранение. Кушать сейчас я сейчас раскладу. Пахнет обалдеть, как аж слюнки текут. Наготовила опять, в общем, много. Пока.